Среди бескрайних полей в селе Арчада расположился единственный в Украине приют для лошадей. Здесь благородным животным помогают снова почувствовать радость жизни. Сегодня бывшая конкуристка гремучая – красивая жизнерадостная лошадь. Однако еще совсем недавно ее состояние ужасало даже опытных ветеринаров. Лечение и реабилитация благородных животных обходится недешево. Для спасения гремучей понадобилось 3 месяца и более 2000 гривен. Это каждодневное промывание, уколы – это очень длительный курс лечения. Витаминозные препараты, добавление микроэлементов именно в корма – это тоже очень много чего значит. Однако одними медикаментами тут не поможешь. В приюте лошади получают и нечто более важное. Получая лечение – это любовь к лошади. Такое трепетное отношение к жителям приюта предначертано самими звездами. Директор Сергей Лаптев и ветеринар Вячеслав Бабков родились в год лошади. А потому чувствуют грациозных животных, как никто другой. И такой подход дает свои плоды, в том числе и для гремучей. Ровно через 3 месяца она привела жеребенка, который оказался для всех полным сюрпризом. Никто не знал, что она вообще жеребная была. На форуме, где Татьяна впервые прочла о судьбе гремучей, сейчас объявлен конкурс на имя жеребенка. Оно обязательно должно содержать буквы из кличек «Матери» и «Отца» конфликта. Среди наиболее вероятных вариантов – гриф «Геракл» громкий. Сейчас в приюте обитает 11 лошадей из Донецкой, Луганской, Полтавской и Сумской областей. Большая часть из них – бывшие участники и призеры международных соревнований. Мы преследуем цель сохранить генофонд. То есть на сегодняшний день есть лошади, которые представляют ценнейший фонд Украины. И вот задача на сегодняшний фонд – спасти хотя бы этих лошадей, которые представляют интерес в будущем и для спорта, и для селекции. После полного выздоровления для постояльцев приюта будут искать новых хозяев. Однако лошадей отдадут только тем претендентам, которые смогут обеспечить им достойный уход. Наши волонтеры должны обследовать условия содержания. Заключается договор с будущим потенциальным хозяином, согласно которому доступ должен быть свободным в любое время, в суток или недели. То есть контроль со стороны приюта и фонда должен постоянно осуществляться за ушедшим из приюта конем. Приют работает всего три месяца, однако его сотрудники и волонтеры уже сохранили немало лошадиных жизней.